Но вот багряную рукою Заря от утренних долин Выводит с солнцем за собою Веселый праздник именин. С утра дом Лариных Гостями весь полон, Целыми семьями соседи съехались В восках, в кибитках, в бричках и в санях, В передней толкотня, тревога, В гостиной встреча новых лиц, Лаймосик, чмоканье девиц, Шум, хохот, давка у порога, Поклоны, шарканье гостей, Кормилец, крик и плач детей. Своей супругою дородной Приехал толстый Пустяков, Гвоздин, хозяин превосходный, Владелец нищих мужиков, Скотинина, чета седая, С детьми всех возрастов считая От тридцати до двух годов, Уездный франтик Петушков, Мой брат двоюродный Буянов В пуху, в картузе с козырьком, Как вам, конечно, он знаком, И отставной советник Флянов, Тяжелый сплетник, старый плут, Обжора, взяточник и шут. С семьей Панфила Харликова Приехал и месье Трике, Остряк недавно из Тамбова, В очках и в рыжем парике. Как истинный француз, В кармане Трике привез куплет Татьяне, На голос, знаемый детьми, Ревей я ву, бель андурми, Меж ветхих песен альманаха Был напечатан сей куплет Трике, догадливый поэт, Его на свет явил из праха, И смело вместо бельнина Поставил бель Татьяна. И вот из ближнего посада Созревших барышень-кумир Уездных матушек от рада Приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость, да какая! Музыка будет полковая, Полковник сам ее послал. Какая радость, будет бал! Девчонки прыгают заранее, Но кушать подали. Читой идут за стол Рука с рукой. Теснятся барышни к Татьяне, Мужчины против, И, крестясь, толпа жужжит За стол садясь. На миг умолкли разговоры, Уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки И приборы до рюмок, Раздается звон, но вскоре гости Понемногу Подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, Смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настиж, Ленский входит, И с ним Онегин. Ах, творец! Кричит хозяйка. Наконец! Теснятся гости, Всяк отводят приборы, Стулья поскорей зовут, Сажают двух друзей. Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, И трепетней гонимой лани, Она темнеющих очей не подымает, Пышет бурно в ней страстный Жар ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит, Слезы из очей хотят уж капать, Уж готовая бедняжка в обморок упасть. Но воля и рассудка власть превозмогли, Она два слова сквозь зубы молвила тишком И усидела за столом. Трагенервических явлений, Девичьих обмороков, слез Давно терпеть не мог Евгений, Довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, Уж был сердит, Но девы томной заметят репетный порыв, С досады взоры опустив, Надулся он, И негодуя поклялся Ленского взбесить, И уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, Он стал чертить в душе своей Карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений Сметенье Тани видеть мог, Но целью взоров и суждений В то время жирный был пирог, К несчастью пересоленный. Да вот в бутылке засмоленной Между жарким и бланманже Цемлянское несут уже, За ним строй рюмок узких, длинных, Подобно талии твоей. Зизи, кристалл души моей, Предмет стихов моих невинных, Любви приманчивый фиал, Ты, от кого я пьян бывал. Освободясь от пробки влажной, Бутылка хлопнула, Вино шипит. И вот, с осанкой важной, Куплетом мучимый давно, Трике встает. Пред ним собрание Хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива. Трике! К ней, обратясь с листком, В руке запел фальшиве. Плески, крики его приветствуют. Она певцу присесть принуждена. Поэт же скромный, Хоть великое ее здоровье. Первый пьет и ей куплет передает. Пошли привет и поздравления, Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, То девы томный вид, Ее смущение, усталость. В его душе родили жалость, Он молча поклонился ей, Но как-то взор его очей Был чудно нежен. Оттого ли, что он и вправду Тронут был, Или он, кокетствуя, шалил, Невольно ли, или из доброй воли, Но взор сей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, Толпа в гостиную валит. Так пчел из лакомого улья На Ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, Сосед сопит перед соседом. Подсели дамы к камельку, Девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, Зовут задорных игроков Бастон и Ломбер стариков, И Вист, да ныне знаменитый, Однообразная семья, Все жадной скуки сыновья. Уж восемь робберов Сыграли герои Виста. Восемь раз они места переменяли, И чай несут. Люблю я час определять Обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне Без больших сует, Желудок верный наш бригет. И, кстати, я замечу в скобках, Что речь веду в моих строфах. Я столь же часто о пирах, О разных кушаньях и пробках, Как ты, божественный Амир, Ты тридцати веков кумир. Но чай несут. Девицы чинно, Едва за блюдечки взялись вдруг, Из-за двери в зале длинной Фагот и флейта раздались. Обрадован музыке громом, Оставя чашку чаю с ромом, Парис окружных городков Подходит к Ольге Петушков, К Татьяне Ленской. Харликову невесту переспелых лет Берет Тамбовский мой поэт. Умчал Буянов в Пустякову, И в залу высыпали все. И бал блестит во всей красе. В начале моего романа Смотрите первую тетрадь Хотелось вроде мне Альбана Бал Петербургской описать. Но развлечен пустым мечтанием, Я занялся воспоминанием О ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам, О, ножки, полно заблуждаться. С изменой юности моей Пора мне сделаться умней, В делах и в слоге поправляться, И эту пятую тетрадь От отступлений очищать. Однообразный и безумный, Как вихрь жизни молодой, Кружится в вальса, вихрь шумный, Чета мелькает за читой. К минуте мщенья приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, Подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, Потом на стулы сажает, Заводит речь о том, о сём, Спустя минуты две потом Вновь с ней вальс он продолжает. Все в изымлении. Ленской сам Не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, В огромной зале всё дрожало, Паркет трещал под каблуком, Тряслися, дребезжали рамы. Теперь не то, и мы, как дамы, Скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням, Ещё мазурка сохранила первоначальные красы, Припрыжки, каблуки, усы, всё те же, Их не изменила лихая мода. Наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, К герою нашему подвёл Татьяну с Ольгою. Проворно, Онегин с Ольгою пошёл. Ведёт её, скользя небрежно, И, наклонясь ей, шепчет нежно Какой-то пошлый мадригал И руку жмёт, И запылал в её лице самолюбивом Румянец ярче, Ленской мой. Всё видел, Вспыхнул сам не свой. В негодовании ревнивом поэт Конца мазурки ждёт И в котельон её зовёт. Но ей нельзя. Нельзя? Но что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже! Боже! Что слышит он? Она могла. Возможно ли? Чуть лишь из пелёнок Кокетка, Ветреный ребёнок, Уж хитрость ведает она, Уж изменять научена. Не в силах Ленской Снесть удара, Проказы женские Клиня выходит, Требует коня И скачет. Пистолетов пара, Две пули, Больше ничего. Вдруг разрешат Судьбу его. Продолжение следует...